Вот, смотрите, ткну и всё, вот оно, всё валится. В доме на второй строительной лучше ни к чему не притрагиваться. Рассыпается от одного касания. Развалены в подъездах, в квартирах. Тут рухнуло, это вот, тут раньше комната была, но потом рухнуло всё здесь. Соседи сверху пол постелили, но мы уже не стали тут ничего делать, потому что они балки уже все сгнившие, опасные. Это нормально? Нормально, нормально. Дом без фундамента, часть крыши вот-вот рухнет. Удобство на улице, окна сравняли с землёй. В 2013-м дом признали аварийным, но никого не расселили. В 2019-м заговорили уже, что пора сносить износ дома 70%. Центральные районные и краевые суды осенью этого года обязали мэрию дать жителям благоустроенные квартиры, равноценные по площади. Но люди боятся, что получат жильё в маневренном фонде, который ничем не лучше. Да, сейчас по закону можно предоставлять такие помещения, но важно о том, чтобы жилые помещения маневренного фонда соответствовали необходимым требованиям. И тут возникает такая ситуация, что, во-первых, в Барнауле всего два свободных помещения маневренного фонда. Это квартиры, так называемые, на улице 1-я Западная 44. Дом сейчас без капитального ремонта по 1-й Западной 44, как помещение маневренного фонда, предоставлять нельзя. Ещё один вариант маневренного фонда – колхозный переулок 32. Тоже в плачевном состоянии, поясняют общественники. Получается, что предоставлять это жильё мэрия не может. И когда люди получат новые квартиры, ни жильцам, ни нам власти не пояснили. Это, к слову, ещё одна входная дверь, где проживает часть жителей. Ни одной лампочки. 300 рублей ежемесячно на общедомовые нужды уходят в чёрную дыру. Управляющая компания будто уже списала дом. Телеканал Том, вместо Валентина Скерова, пожалуйста, поясните по дому, по улице. Не по адресу пришли. Вы почему кричите на меня? Не по адресу. Выйдите, пожалуйста. То есть вы не относитесь никакого к управляющей компании? Нет. Напротив дверь. А можно о вашей должности знать? Я здесь не работаю. Напротив. А, Наталья Васильевна там, где мы сейчас только что были? Да. И вон, это все там. А Наталья Васильевна это кто, простите? Секретарь. Наталья Васильевна, а почему вы дверь закрываете? Секретарь. Получается, до жильцов, которые рискуют быть похороненными заживо, никому нет дела. А ведь времени у этого дома. А значит, и у жителей не так много. Валентина Скерова, Андрей Печоркин. День с толком.